здравствуйте друзья насколько меня слышно хорошо поставьте плюсики галочки или подтвердить что все хорошо вот владимир видите все отлично давайте друзья начнем понемногу опаздывающие не пришедшие получат в итоге запись всего вебинара андрей тоже уже на связи мы с ним протестировали запись рассказывать без видео только с голосом презентация тоже загружена поехали итак сегодняшний вебинар у нас на тему интеграции серым о том как мы интегрировали различные коммуникационные маркетинговые инструменты находящиеся как на сайте так и вне его в серые причем в любую ритейл crm битрикс любую другую серию андрей же расскажет я думаю на примере ритейл crm непосредственно который он отлично знает и покажет какие возможности есть каких показателей можно достичь каких результатов и что можно сделать доводим конечно запись мы всем отправим и так собственно расскажем такую первую вводную информацию что можно сказать про crm как таковую про ее использование с моей точки зрения человека присутствующим на рынке маркетинга бизнеса как такового компании без использования crm с моей точки зрения имеет некий несерьезный подход к своей работе то есть если вы реально занимаетесь каким-то бизнесом то есть это у вас не разовая какая-то деятельность которой вы занимаетесь временной через месяц планируете уйти вы работать в офис или там на пенсию еще что-либо то лучше как бы не заморачиваться и побыстрее закончится таким бизнесом совсем вот если же вы поотноситесь к бизнесу серьезно то соответственно у вас должен быть опять же серьезный подход причем главная фишка crm в том в настоящее время в том что использование crm как таковое может себе позволить сейчас любая компания начиная от салона парикмахерская ларька по продаже семечек допустим и заканчивая естественно же крупными компаниями которые используют серьезные интегрированные маркетинговые решения так вот если же вы все-таки обрабатываете какие-то коммуникации занимаетесь продажами хотите чтобы ваша продажа росли crm вам здесь нужно из нее настоящего риме никуда и какие инструменты при этом мы собираем рамках crm что обрабатываем какие коммуникации лобер конечно же замки киним бывает там самый раз в этом сейчас чуть позже sms это и коммерс этого есть и которые компании которые занимаются смс-рассылки смс уведомлениями это первые различные переписки по электронной почте тут тоже самое разное возможно это просто письма переписки уведомление это обращение клиентов компании с какими претензиями это переписки в рамках b2b компании где решаются серьезные многомиллионные проекты и другие вариации ну и соответственно сюда же мы можем прекрасно отнести какие-то переписки в мессенджерах и соцсетях общение через мобильные приложения для тех бизнесов у кого они есть ну и если говорить про оффлайн то конечно интеграции каких-то чековых программ программа лояльности чтобы с вашими клиентами вашими потребителями можно было прекрасно общаться в онлайне диджитал канал цифровой все данные инструменты прекрасно интегрируются в сервис решения аккумулируются эти данные можно всегда проанализировать построить определенные планы и достигать увеличения продаж при этом по среднестатистической как бы информации там от различных компаний единая коммуникационная система дает например ростом от 30 до 70 процентов продаж то есть 30 процентов если не ошибаюсь это на рынке например услуг от 30 там 28 процентов и вплоть до 70 рост продаж до 70 процентов на рынке электроники высоких технологий это проводил компания эксенция концертинговая компания которая специализируется на этом рынке так вот что можно сказать подробно например про звонки что сюда можно отнести во первых а мы сюда относим колл-трекинг а если кто пока еще не знает что такое колл-трекинг напишите пожалуйста в комментариях я сейчас подробно тогда расскажу это колл-бэк колл-бэк это виджет устанавливаемые на сайте когда пользователь клиент пытается идти сайт или собирается закрыть ничего не сделав ему выдается дополнительно окошко с предложением там укажите сейчас ваш номер телефона и мы с вами свяжемся срочно допустим через 10 секунд или через 41 в зависимости от того насколько вы можете быстро звонится и насколько быстро готов человек нет это конечно же стандартные звонки в компании из компании ну и конечно звонок сайта когда человек кликает по определенному виджету тоже на сайте и и соответственно к нему приходит звонок либо он сам звонит непосредственно сайтов компанию интернет-моразин со своими вопросами и со своими задачи какие возможности здесь есть но самое главное конечно на хранение записи разговора мы например как мтт храним входящие исходящие записи с выдачей наших сим-карт и с использованием стандартные городской телефонии допустим 495 ходе или там в ходе педапауз камчатского или в ходе владивостока все равно мы захороним запись и входящие исходящие следующий здесь не одновременно удобное ведение которые я закатализация разговора по клиенту не секрет и многие из вас наверняка сталкивались с моментом когда ты вроде помнишь что кто-то тебе звонил ты вроде приблизительно помню что человек звонил тогда ты тогда это ты пытаешься у себя в мобильном телефоне или в истории звонков найти время и дату этого разговора чтобы склеить там договоренности со временем звонка и тому подобное в нашем случае же если связь телефонии с серым уже есть до связка происходит непосредственно с карточкой клиента где хранятся хранится полная информация о том когда кто кому звонил с такой задачей возможно там с какими комментариями тогда ну естественно как выше рассказал с запись разговора есть понимание о чем бы о чем была речь о чем договориться чем естественно немаловажно что когда звонок приходит в компанию то при запущенных сервер менеджеры у секретаря поднимается естественно карточка клиента либо создается новая карточка клиента и сразу как все записи создаются по нему со всеми комментариями можете сразу записывать по все подробности о чем идет речь активно с какой задачей к человеку обратился что он хочет купить информация вообще интересует пока мы хоть и давно присутствует на этом рынке я сколько этой темы уже занимаясь темы автоматизации маркетинга темой работы и как потребителя опять же я сталкиваюсь участие с теми случаями когда тебе кто-то позвонил ты не смог ответить перезвонишь компанию а там уже никто не знает кто тебе звонил зачем звонил чего это я хотел причем печально бывает что вроде бы звонок потенциально наверно важный потому что компания может уважаемый интересный интересный клиент но нет сервера нет данных секретарь не знает у нас тут пятьсот человек никто вам звонил непонятно и все лит ушел в воздух что и лет печально точно так же соответственно и с другой стороны человек позвонил если у них нет crm соответственно это возможность поставить галочки что позвонил никто не ответил и соответственно поставить пунктик перезвонить тогда-то тогда сразу всем всего удобный человек перезвонит в удобное время для обоев и продажи коммуникации состоялась всем хорошо дальше что можно еще интегрировать из коммуникационных технологий естественно это смс все мы используем какой-то там какие-то интернет-магазины покупаем товары и услуги пользуемся другими сервисами покупки билетов например нам приходят те или иные смс уведомления о том что у нас списались деньги о том что нам выехал кургер и так далее так далее при этом функционал смс уведомлений трекинговые уведомления он гораздо шире и можно использовать практически везде и всегда причем отправка смс очень дешевых удовольствий которые может использовать любая компания начиная опять же той же парикмахерская с уведомлением с напоминанием что о том что вы записаны к нам на прием приходите тогда-то тогда-то мы вас обязательно ждем потому что люди забывают уведомления от медицинских клиник тоже самое данные все рассылки уведомления они могут уходить опять же автоматическом режиме если вы настраиваете в рамках своих сервис или в рамках нашего личного кабинета операторов связи настройки когда в каком момент с каким текстом должна уйти смс всем опять же удобно человек получил смс о нем позаботились о том что это ему отправил робота ему даже в голову не пришло да его особо это не беспокоит главное ему удовольствие принесло удовольствие и удобство ну и второе вторая часть относительно смс конечно рассылки чаще всего там рассылки делают какие-то интернет компании интернет агентства компании уровня спорт мастер и многие другие вот при этом у нас есть также и возможность да 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 это тоже конечно не интернет магазин но и в этих сервисах тоже можно интегрировать естественные звонки и смс да то есть например длительные контракты до производства строительства другие там нет нефтедобывающие нефтедобывающие отрасль например элементарно поздравление с днем рождения то есть вы знаете что у человека день рождения тогда-то тогда-то спокойно забиваете в систему и смс спокойно отправляется если клиентов много база большая и обзвонить всех поздравить сергей не понял пока вашего вопроса значит малая часть этого общего бизнеса расшифруйте подробнее я пока вот так вот соответственно вот эти все уведомления они могут как раз уходить по всем получателям в удобным для них время настройки делается на уровне личного кабинета или на уровне настроек серии дальше следующий инструмент следующий блок можно сказать даже инструментов это самые различные переписки то есть это переписка по электронной почте это переписка в соцсетях это прием каких-то обращений через мобильное приложение вот эти всяческие там поддержка саппо как саппор обращение в компанию там за консультацией многим другим и то же можно делать через мобильное приложение это идет через отдельный инструмент может быть отдельные направления что здесь можно сказать здесь соответственно важный параметр вот я специально написал когда вы указываете у себя на сайте в разделе контакты соответственно контакты компании там имел и телефоны указывайте лица тех людей которые будут общаться по этим самым контактам это по нашей статистике и по нашему опыту увеличивает качество улучшает качество коммуникации и улучшать продажи если вы занимаетесь продажей потому что человек когда звонит он хочет представлять кому он звонит он хочет определить заранее как он встретит с ним будут слушать доброжелательно либо же наоборот не то есть улыбающиеся приятные люди в разделе контакта они всегда будут полезны и всегда настраивать будут звонящих на более качественную коммуникацию с этим же каналом суждения и коммуникации относятся три главных параметра да то есть соответственно все позволяет сделать собрать все переписки все коммуникации которые были чтобы ничего не потерялось никакая там договоренность не была утеряна каждый из каналов позволяет провести обмен файлами но это часто бывает когда нужно отправить фото с претензиями или отправить свои документы для оформления каких-либо там билетов или других задач отправка карты схемы проезда к офису многое другое отправить файлы ну и например у меня на памяти было когда люди интересовались сертификатами на ту или иную продукцию не хотели знать насколько качество если сертификаты такой часто кстати бывают в крупных компаниях в битуме когда занимаетесь опытовыми поставками какой-то закупщик хочет узнать сделать заявку и соответственно заранее спрашивает если сертификат на данную продукцию спокойно через мессенджер через почту можно удобно отправить так значит сервей сервей некий сервис к общей эти системы сервей если говорить в для микро и малого бизнес это может быть как раз вот это единственная единственная эти системы которые в компании есть потому что на принципе в себя включается очень многие за исключением конечно бухгалтерию но бухгалтерию можно точно так же связать с рэм вы создаете коммуникацию общение создаете заказ заказ передается в логистику на доставку при этом связка с происходит например с 1 бухгалтерии и соответственно по бухгалтерию заказ проходит но подробности например поэтому я думаю андрей расскажет уже в своем докладе например ритрил сирен как создается заказ вот если же говорить про средний и крупный бизнес то да это некий сервей который идет в дополнение к общей эти системы там где идет серьезные решения уровня там сап microsoft и других компаний уровня терра дата например где сервей является ну сервей в первую очередь расшифровать как кастом рейшин меню то есть система взаимоотношения с вашими клиентами с вашими потребителями клиентов вот и в данном случае сервей будет частью да ваши единые эти системы которая отвечает за коммуникации со всеми с поставщиками со сми с клиентами с потребителями с партнерами всеми 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 с кем у компании причем любого опять же уровня повторюсь есть какие-либо коммуникации в любом канале связи начиная от sms заканчиваем мессенджерами соцсетями и тому подобное все каналы можно завести в crm и все каналы указанные в первую очередь на сайте точно так же различные виджеты для коммуникации онлайн чат например от нашей компании позволяет установив его на сайте позволяет общаться с посетителем сайта сразу через мессенджер сразу через соцсети через любой другой любой удобный аккаунт для посетителя сайта вот и так что можно еще сказать про следующий это чековая программа программа лояльность это моя одна из любимых тем как бы не развивался диджитал рынок как бы мы все не становились оцифрованными все не пользуюсь одним двумя тремя телефонами сразу оффлайн никуда не девается но большая часть аудитории по последним исследованиям которые были на российской интернет-форме оглашены сейчас у нас в россии пользуются интернетом порядка 80 миллионов человек если ошибаюсь возможно даже чуть больше при этом в стране у нас 145 минут а то есть если посчитать нехитрые цифры 65 миллионов пока не не охвачена никак никакими интернет коммуникации соответственно если вы с этими людьми по роду своей деятельности по работе ваша компания коммуницирует магазинах не в каких-то бытовых компаниях еще в каких-либо вариантах то вам так или иначе все эти коммуникации нужно оцифровывать и переносить в сервис чего потому что даже когда у вас есть коммуникации в основном оффлайн с человеком всегда у него есть какой-то мобильный телефон допустим хотя бы да и там даже городской номер телефона который можно внести в сервис и коммуницирует с этим человеком вот я здесь достаточно подробно расписал этапы например действий по чековым программам нужно соответственно вовлечь человека в какой-либо программа лояльности привязать карту пользователя или за это аиде этого пользователя своей программы лояльности ввести соответственно его переначальные покупки вы будете видеть и видеть их когда-нибудь происходить непосредственно в через проходящими через кассовый аппарат за счет пришел предъявил какую-то свою карту или же он просто рассказал сказал свой номер телефона как например на его видео есть возможность катаюсь где не нужен предъявлять никакой карты лояльности называешь свой номер телефона и тебя быстро по базе находит и определяется ваша скидка вашем же случае это может быть еще и персонализированное предложение до пришел ну допустим пятерочка до пришел человек на кассу или там любой другой сетевой магазин пришел человек на кассу уже он выбрал все товары он начинает облачивать предъявляет соответственно свой номер телефона кассиру вводит номер телефона в программу на экране высвечивается сперсионализированное предложение для этого человека на основе тех данных которые были сформированы в сирен то есть весь объем покупок сохраняется ваш через кассовый аппарат соответственно бухгалтерии передается все время все время вся эта информация купится ваш аналитики или вы же там если так как такового у вас нет вы самостоятельно можете через аналитический аналитический комплекс в рамках crm посмотреть кто из ваших покупателей наиболее вам интересен кому какое предложение можно сделать соответственно кассиры появляется это приложение он он зачитывает и человек делает там какую-то дополнительную покупку или получают какой-то приз лишь или получая хотя бы поздравление с днем рождения с другим праздником который таргетирован к нему ну и другие там какие-то полезные информации которые можно донести до человека так как организуется команда которая отвечает на запросы вы имеете ввиду на запросы которые приходят непосредственно в сирен смотрите первейшая задача сирен в какой-то степени автоматизировать этот процесс то есть в каких-то частях со стандартными обращениями когда люди пишут там звонят идет ручная назовем так автоматически когда человек физически отвечает да в каких-то моментах это можно все автоматизмом прописать да если задают вопросы на сайте есть уже достаточно хорошие назовем то элементы искусственного интеллекта когда вы уже по подготовленной информации сформировали пул ответов на стандартный вопрос людей и они получают эти ответы автоматом с ним отвечает автомат искусственный интеллект а также сирен написал человек какое-то письмо стандартные для дела стандартным письмо все время можно настроить стандартный ответ когда у вас будет там поставка но ушел там ответ что поставка будет например там через неделю когда у вас там будет тот соответственно ответ отправился точно также оперативно вот при этом ответ может отправляться в удобный канал коммуникации для потребителей клиент если вы в рамках сервера постепенно собираете все данные по этому человеку номер телефона вот там какие-то там айдишники в соцсетях ссылку на него там допустим во вконтакте или ссылку там в телеграме в любом другом канале все эти данные аккумулируются вы собирая понимаете кто он что он и в каком канале ему удобно получать от вас ответ и соответственно еще такой момент если задают вопросы на сайте то полезно чтобы онлайн чаты и другие виджеты которые вы используете на сайте для коммуникации были как бы сказать с возможностью регистрации наш например онлайн чат позволяет использовать посетителю свой существующий аккаунт допустим там фейсбуке или во вконтакте человек просто нажал кнопку залогинился и все ему не нужно никакие дополнительные информации себе указывает номер телефона еще что-то там другую информацию вся информация уже у него есть в его соцсети через который он зарестрирован вы же эту информацию получаете можете соответственно уже с ним коммуницировать тем каналом который вот так что через сайт коммуницировать можно очень большим путем и количеством всяческих виджетов так следующее что можно сказать мы в принципе буду уже передавать постепенно уже волоса дрель естественно варим про эффективность какую пользу приносит аккумулирование маркетинговых инструментов маркетинговых каналов на сайте в рамках серым или в рамках личного кабинета оператора связи первое здесь на сбору всех контактов одном месте вы собираете все контакты человека в одном месте вы их не потеряете вы всегда знаете как человек обратиться как ему позвонить написать и так далее даже если например в плане битуби да то есть человек например общался допустим раньше через электронную почту с вами да потом из этой компании уволился но у вас остался номер мобильного телефона это что дает это дает что даже если человек из этой компании ушел скорее всего он останется в этой же отрасли ну статистически обычно так и когда он перейдет в другую компанию там конкурентный ли там не конкурентному близкую по тематике соответственно у вас его есть контакты всегда можете возобновить связь у вас вроде бы остается связь с предыдущей компании но там тоже естественно появляется какой-то новый человек с ним продолжается сотрудничать он ваш клиент а тот человек с которым вы перед этим общались ушел в другую компанию но у вас есть его контакты и вы тем самым можете сделать новую компанию вашим клиентам то есть используя CRM у вас появляется возможность не не напряжно и не затратно увеличивать спокойно объем своих клиентов ну естественно объем продаж второе естественно сохранено все общение все договоренности все продажи все что человек интересовало все собралось все лежит в одном месте причем некоторые CRM ну это контактная контент менеджмент системы который управляет вашим сайтами так как например там как битрикс да они еще и собирают данные тех например товарах которые человек просмотрел но не купил да или же если это не интернет-малазин если он там просмотрел информацию в каталоге товар и туми да если компания занимается пример нибели да а он посмотрел какие-то шкафы но выбрал только там тумбочку информацию об этих шкафах в этих страницах вылилась опять же в CRM и когда уже начинаете коммуникацию вы можете предложить этому человеку скидку например на шкафы которые посмотрел возможно его остановила цена если вы ему дадите например на 5-10 процентов скидки ну то есть такая не смертельная какая-то скидка то он возможно кроме этой тумбочки которую он все-таки решил купить он еще купит и 2-3 шкафа вроде не напряжно и увеличение продаж третье естественно анализ обращения и возможность персонализированного общения человек в виджете на сайте зарегистрировался залогинился вы сразу знаете как его зовут вы сразу можете с ним поздороваться так как здравствуйте алексей здравствуйте виктория рада вас видеть какой у вас вопрос человек сразу видишь что вы настроены на общение сразу персензированный подход его это радует и как бы раскрепощает он готов с вами общаться причем сегодня интересную инфографику опубликовали очень как раз пробит убит очень важен элемент все-таки вовлечения и эмоции битуби коммуникации то есть вроде бы вроде бы люди должны искать под где дешевле и где удобно да но возможности чтобы ему было приятно лично они оказываются все-таки на первом месте даже битуби продажи четвертое возможно сообщение вне часовых поясок человек может обратиться к вам допустим за владивосток а вы находитесь в калининграде серия позволяет нанять дополнительных людей в том же самом владивостоке которые могут работать через вашу серию мы получать все обращения которые приходят в компанию и вовремя отвечать вопрошающим таким образом вы не теряете ли вы не теряете продажи человек старт тоже удовлетворен получил все необходимую необходимую информацию сделал вам заявку купил всем хорошо следующий важный параметр часто тоже задают такой вопрос как можно оценивать результаты работы тех кто коммуницирует сайта и тому подобное сервен позволяет проводить анализ эффективности ответственно за коммуникацию вы видите насколько запросу было ответов как было отвечено там с каким результатом и тому подобное исходя из этого вы можете рассчитывать его соответственно хорошо отработал хорошо заработал плохо все логично это возможность есть опять же как в рамках серия так и в рамках например нашего личного кабинета у нас есть специальный личный кабинет менеджера где информация собирается по всем коммуникациям которые компания ну и последнее бинго рост продаж от аккумуляции аналитики всех данных которые всем собирает в принципе что я вводную часть которую хочу вам рассказать а если у вас будут какие-то дополнительные вопросы мои контакты в принципе сейчас на экране есть для вас специальный подарок на сайте мы можем подарить для любого обращающихся с нашего мероприятия номер 8 800 либо номер 8 704 либо же номер телефона в коде удобного для вас города опять же у нас порядка ста кодов 100 телефонных кодов всей территории страны от владивостока до калининграда и там от дагестана до мурманска мы всегда готовы предоставлять свои возможности для наших замечательных клиентов спасибо и я думаю буду пирает это слово андрей андрей ты на связи да андрей вот андрей появился слышно нормально меня оплесуйте пожалуйста если хорошо слышно все так отлично уже знаю вроде настройки звука все на максимум все нормально должно все работать вот давайте начнем собственно погромче говорить все буду погромче говорить тогда очень тихо странно сейчас коллеги буквально секундочку проверю настройки может где-то еще есть чата а вот так наверное должно быть получше да вот все ок замечательно так ну добрый добрый вечер уже практически меня зовут юген андрей я генеральный директор компании серым агент мы занимаемся специализируемся на комплексном внедрении серым систем свое время я очень долгое время отработал в самой компании ритейл серым непосредственно занимался разработкой серым системы вот на прошлом вебинаре и соответственно есть запись его можете посмотреть мы я рассказывал подробности по системе именно внутренне что она умеет как а что она может делать как она работает и какие основные принципы и отличие от других систем видео нет видео к сожалению не будем я камеры нет только презентация вот собственно сейчас я расскажу вам два практических кейса применения то есть как в нет куму что внедрить для чего внедряют люди серым систему какие проблемы она решает что но что он как она помогла двум конкретным магазинам в этом примере соответственно и что решили то есть что хотели получить клиенты и что они получили в итоге после внедрения серым системы здесь будет два кейса собственно один первый кейс это история автоматизации интернет-магазина мир корма соответственно это достаточно большой кейс на данный момент времени по размерам по меркам интернет-магазина на данный момент времени ежемесячное количество заказов в районе 18 тысяч соответственно когда начиналось внедрение начнула внедрение феврале прошлого года ну то есть первые работы первый контакт скажем так с клиентом был соответственно начинались по нам начиналось внедрение только на данный момент времени то есть тогда у клиента было в районе не более 9 тысяч заказов в месяц соответственно за этот год на ритейл с рэм было подключены региональные продажи то есть доставка корма но зол товаров по регионам не только москва и ближайшая область соответственно и соответственно объем заказов вырос практически вдвое собственно но начиналось все достаточно тривиально с того момента что клиенты пришли и сказали что мы не можем уже работать битриксе то есть до этого заказы обрабатывались битрик в 1с битрикс соответственно и это был вал сплошной вал заказов менеджером оператором было очень неудобно не контролировались не источники создания ничего создавалась руками иногда заказы за клиента менеджерами переоформлялись руками в общем было очень прям чехарда первым делом что было сделано и его работа проанализированы источники поступления заказов и зафиксированы надо нам принт-скрине как бы показывается способ оформления заказов того что были те что были тогда на данный момент времени их появилось сейчас уже значительно больше мы разделили мобильные приложения на отдельные способы оформления заказов то есть мобильная ios и android это два разных способа соответствовать сюда добавился еще у нас по подписки заказ то есть он специализированный отдел сейчас сидит который предлагает клиентам подписаться на покупку еды то есть также дается эксклюзивные права на скидку и соответственно клиенты подписывает по подписке этот же способ оформления который мы подтверждаем и знаем откуда с какого способа у нас приходят заказы соответственно на данном времени так или иначе мы выявили что у нас значительно снижается доля по способу оформления телефонных звонков, то есть клиенты все активнее используют сайт, используют мобильное приложение, используют кнопку повторить заказ. Это как бы очень актуально, люди покупают, там, вот видите, пример, из клиента вырезано на 33 заказа у клиента. Есть клиенты, у которых там уже по 400 заказов повторных. Соответственно, просто и наглядно нужно было показать в системе, как разделяются заказы по способам оформления, чтобы мы понимали, что это повторный заказ новый, по телефону и тому подобное, потому что так или иначе это влияет на правила обработки заказов. Слева были выведены определенные статусы, то есть как таковы базовые, стартовые, то есть у нас это буквально новый, обратный звонок, новый заказ. Соответственно, так или иначе, в рамках операторской работы поступает буквально, ну, процесс обработки заказов выливается буквально там в два статуса. Либо он в обработке, это еще процессовый статус, когда что-то добавляется, либо обработан, это когда все утверждено, все согласовано и все сделано. Вот, поедем дальше. Собственно, обязательная простая привычка. Ритейл СРМ есть функционал по апселлу, то есть по доп. продаже, который помогает, непосредственно помогает операторам продавать и увеличивать средний чек. При получении заказа в СРМ-систему, я прям в СРМ-ке могу нажать кнопку просмотра и покупки, так называемую, и посмотреть, что клиент покупал ранее, то есть список его заказов, список его товаров, которых он хотел. Соответственно, и что он просматривал на сайте. За счет интеграции с Google Analytics мы вытягиваем себе метрики, соответственно, и понимаем, ну не метрики, в смысле каталог, переходы. Мы видим глубину визита, продолжительность визита. Это очень хорошо работает, когда человек, покупая определенный корм, забывает что-то, но мы видим по предыдущему заказу, что он постоянно заказывал, не знаю, там, наполнитель, например. Соответственно, мы, оператор просто напоминает ему, клиенты очень рады, что и видят их историю покупок. Ну, такое взаимодействие, влияющее очень сильно на лояльность. В системе по системе Retail CRM считает апселл. Мы тоже на это завязали показатели менеджеров, как это срабатывает. Если клиент добавил в корзину товара, там, 5 пачек корма, оператор в момент прозвона ему, предложил ему еще что-то, проапселил, добавил, в общем, увеличил емкость чека, то есть, ну, увеличил чек. Разница от поступившего заказа через корзину в плюс, вот то, что он добавил, ну, заказ стал дороже на 1000 рублей, например. Соответственно, 1000 рублей посчитается менеджеру в апселл. Фиксируя этот показатель, мы можем создавать на него мотивацию. То есть, менеджер, кто эффективно продает, доапселивает, сейчас мы ставим уже конкретные задачи, что вот у нас какая-то есть распродажа, акция, например, на какой-то товар, там, про-план, например. Соответственно, в момент мы клиенту рекомендуем попробовать, у нас сейчас цена, вот, возможно, вам понравится, вот, интересно, хотя бы, ну, там, взять пару упаковочек, хороший очень корм, как бы, хорошая скидка. И люди, ну, менеджеры обселят, соответственно, получают за это оправданную мотивацию, то есть, она сделала. Вот. Собственно, также это позволяет еще сразу резко выявить проблемы с товарами, когда возникают, в том случае, что клиент, как бы, не покупает его по какой-то причине, хотя он в прошлый раз покупал, мы узнаем у него, интересуемся, почему он покупает, он дает обратный фидбэк, мы это забирали. У нас так начало, что, ну, бывает попадаются там некачественные парки, какие-то несколько упаковок, сразу выявляется, то есть, человек повторно не заказывает. Далее, система выстроена по идеальному дропшиппингу, это мы называем примерно так, то есть, у нас нет никаких складских остатков, это чистый дропшип от поставщиков, если курьер забирает сегодня товар и не продает его, что очень бывает редко, на самом деле, вот, ну, то есть, не отдает клиенту, то он на следующее утро приезжает забирать новую партию товара, сдает этот товар, обратно отдает поставщику. Таким образом, у нас как нету свободных остатков, практически ничего не остается, есть живой, прям реальный товарооборот. Стала следующая задача. У нас в Битриксе, в Битриксе, один из Битрикса на сайте, была подключена система АТС-24. Это система по управлению внутренними, ну, своими курьерами, которая просчитывает внутреннюю логистику курьера. Никакого отношения это к КТС телефонии не имеет, это просто такое название. Собственно, было создано определенное правило, то есть, что нам нужно было делать. После того, как заказ обработан, заказ из Retail CRM должен выгрузиться в логистическую систему. Там ее обрабатывает логист, составляет маршрутные листы, план, время, график прибытия. После того, как назначать, система АТС определяет и назначает курьера на этот заказ, она возвращает данные обратно в Retail CRM, и в Retail CRM в заказе, в разделе доставки проставляет курьера. Это сделано для того, чтобы утром автоматически, ну, сейчас я об этом расскажу чуть позже, чтобы утром автоматически у клиента уходила смс-ка, что сегодня приедет курьер, вот его номер. Это тоже, вот эта небольшая модификация значительно разгрузила колл-центр наш, то есть, когда с утра люди там в первой половине дня прозванивали и узнавали постоянно, где их заказы, как бы, вы понимаете, что на объем, если сегодня мне отгружать там минимум 600 заказов, в принципе, то, ну, на отгрузку, то если как минимум позвонят там 10 процентов этих клиентов, это будет нагрузка значительная по текучке. Поэтому вот интеграция АТСки с Retail CRM, ну, с курьерской системой с Retail CRM, позволила автоматизировать процесс перевода клиента непосредственно на, ну, на курьера. И он ему звонил, договаривался, говорил, когда удобнее, они могли перенести, пересогласовать какие-то определенные моменты. То есть, это уже было на прямом, ну, как в прямой зоне ответственности курьера. Вот, собственно, задача какая стала потом? Так как у нас дропшиппинг, мы должны были передавать файлы нашим поставщикам, у кого забирать. Мы написали на базе Retail CRM некий скрипт, который делал примерно, ну, приблизительно следующее. То есть, у меня, он формировал ICML, ой, CSVшки, файлы, таблички. Дело следующее. Выбирались заказы на завтрашнюю доставку. Он бежал по заказам, выбирал курьера и выбирал поставщика. То есть, финальный файл создавал примерно такой. Поставщик 1, курьер Иван Петрович. Поставщик 2, курьер Иван Петрович. Поставщик 1, курьер, там, Петр Иванович, не знаю. Вот, собственно, он разбивал курьеры, что курьер должен забрать у поставщика. Это формировалось артикул плюс количество. В разрезе каждого клиента уходило в сторону поставщика. Он формировал и клиент с утра, курьер с утра, утром приезжал, забирал и забирает готовые палеты, собранные именно под него. Он 2 палета загружает себе в машину и по ходу дела, разведя заказы, собирает их либо с одного, либо со второго палета, согласно там комплектации заказов. То есть, формирование стало автоматическое. После того, как эти файлы отправлялись через email, соответственно, поставщику. Сейчас мы реализовали такую вещь, что файлы вечером в 22.30 автоматически формируются и загружаются сразу в систему поставщиков. То есть, они появляются там. Они там уже дообрабатывают, их это очень удобно. Мы исключили еще этой интеграции ошибки в правилах артикула. Если поставщик меняет артикул, это может очень сильно критично сбить аналитику. У меня была аналитика по продаже кошачьего корма, они поменяли артикул, который мог у меня в старой базе, например, при товарах совпадать с, не знаю, с наполнителем каким-то. Соответственно, интеграция позволила проверка постоянного каталога и по заказам позволила избежать дисбаланса в карточках заказа, в карточках товара и во всей аналитике, в принципе. Связь по артикулам невероятно важна вообще в организации, в принципе, CRM-системы. Далее мы вот то, собственно, то, о чем я сказал, водителю в доставке, по дате доставки в 9 уходит SMS, как бы, соответственно, и автоматически в системе есть два параметра. Есть выполненный заказ, есть еще статус оплаты у заказа. Как вы сами понимаете, выполнено не всегда оплачено, а оплачено не всегда выполнено. Соответственно, курьер после того, как уехал до заказа, он приедет в компанию, может, там, на следующий день, а может, даже через два дня. Вот он работает, потом приезжает сдавать деньги. Ну, как бы, есть обязательно сдавать наличку, как бы, каждодневно, но бывают разные ситуации. Что мы сделали? Для того, чтобы считать заказы правильно по дате выполнения, мы автоматически в 23.59 все заказы на сегодня автоматом переводим в статус выполненного. То есть мы по умолчанию считаем выполненным. Если курьер сюда привозит и говорит, я не выполнил такой-то и такой-то заказ, оператор, ну, не оператор, старший менеджер просто, который отвечает за курьеров, за коммуникации, он просто проставляет у этих двух заказов, что они не выполнены. Таким образом, мы фактически в день поступления оплаты, первое, фиксируем деньги, второе, в день фактического выполнения заказа мы делаем его выполнен. Потому что, если заказ выполненным, вот 31 числа курьер уехал, должен доставить, он приедет уже 2 числа, например, в офис, и мы поставим заказы, это выполнен. Это будет ошибка. Выполненный заказ попадет в аналитику за следующий месяц, что выполнен был уже не в декабре, там, а в январе, получается. Поэтому очень важно правильно понимать, когда вы в CRM-системе фиксируете оплаты, статусы заказов, потому что это разные вещи. Вот, собственно, ну, да, и мы как бы заказ, если доставка не выполнена, у нас есть статус доставка перенесена, в этом статусе у нас затирается курьер в системе, и через некоторое время заказ опять перевыгружается в ОТС, для того, чтобы его назначили уже на другую дату, назначили уже другого курьера, возможно. Собственно, там есть еще небольшая затирка раздела доставки в плане назначенного курьера. Результат автоматизации, собственно, из того, что есть. Сейчас, в данный момент времени, четко, явно выраженная цифра у нас по графикам проходит, это увеличение среднего чека на 7%, но мы знаем, что это не потолок. Мы собираемся его расти, очень сильно прирост нам дали регионы, но регионы дали прирост не за счет городов-миллионников, а за счет провинций, ну, скажем так, не городов-миллионников, вот так. Потому что люди, значительно вырос средний чек, он гораздо выше, чем по Москве, потому что люди живут на отдалении, по хорошим ценам они заказывают большую, объемную партию товара, еще там доставка, мы достаточную льготу, скидку предоставляем, поэтому средний чек у нас значительно вырос, он продолжает по факту расти, если, в принципе, разделить. Вот 7% это показатель, по тому, что было, по регионам, ну, без региона. Сейчас регионы показатель немножко другой. Распечатка необходимой документации в один клик, все, что имеет себе внутри CRM-система, в карточке заказа, абсолютно все можно вводить в печатную форму. То есть, грубо говоря, у меня есть некий шаблон счета, шаблон ТТН, там, Торг-12, соответственно, шаблон, там, Бланка Почты России. Если я нажму печатать это, или скачать, или напечатать, у меня автоматически подхватятся данные по заказу и заполниться в эту форму. Таким же образом я могу выделить 600 заказов, там, 100 заказов выделить, например, и сделать, скачать печатную форму. Я сразу скачаю 100 печатных форм в одном файле, чтобы их отправить на печать, там, на склад или куда-то, это очень удобно. Соответственно, ее можно подверстать, подправить, как бы, и, собственно, ну, в нашем случае, там, мы уже значительно изменили многие печатные формы, они немножко нестандартные, как в Retail CRM, но это просто наши потребности. А так, в принципе, их вполне хватает, это очень удобно. В 1С сейчас, из 1С полностью ушла функция по печати документов. Время на обработку принятых заказов, логистика плюс закупка, да, по факту у нас было до 3 часов времени занимал заказ, потому что это сначала работа на битриксе, какая-то там апселл, связь с клиентом, правка заказа, потом это работа в АТС-24, когда заказы переносились туда, назначались, соответственно, ну и доработка уже факта, когда звонили оператору, спрашивали, когда будет курьер, переносили доставку и тому подобное. У нас порядка, вот, средний цикл выполнения, ну, путешествия, как путешествия заказа по активным статусам, не статусам, ожидания каких-то, что ему там везут, занимало порядка 3 часов. На данный момент времени сократилось за 20 минут, мы, в принципе, держим этот режим, потому что достаточно все быстро, операторам очень удобно обрабатывать минимум кнопок, у них очень строго зашит бизнес-процесс в серверном системе, они делают определенные задачи, сразу вступает логист, автоматически все выгружается в стороннюю систему, возвращается обратно и, по факту, ожидает доставки. То есть, есть некий конвейер, как бы, постоянно, который происходит, и это достаточно очень быстро. Вот, по факту, у трех человек на обработку заказа одного уходит, так или иначе, 20 минут, ну, в разном распределении времени. Соответственно, ну и, конечно же, это прозрачность процесса продаж интернет-магазина, потому что сейчас точно стала структурно видна воронка продаж, добавились очень удобные функции по поводу автозадач, перезвонок, напоминаниям по клиентам, истории, апселл, то есть, все это в одной структуре, все это в одной аналитике глобально, то есть, и, ну, сам руководитель интернет-магазина невероятно доволен тем, что даже не тем, не самой, как по факту аналитикой, которая в ритейл-серем, а как все работает, что он в любой момент времени может зайти в серверную систему, отфильтровать по статусам какие-то, посмотреть заказы те или иные. Соответственно, он тут же, если получает, генеральный директор получает какую-то жалобу на магазин, или ему передают, он тут же заходит в серверную систему, ищет клиента, видит всю историю по нему, коммуникации, звонков, записи разговора можно прослушать, как подключено к телефону, это невероятно удобно, то есть, когда нужно переспрашивать что-то у клиента, если вы поговорили, серверная система подтянула запись, вы прямо в карточке заказа или в карточке клиента, можете послушать его историю, ну, историю записи с ним. Соответственно, выделив там необходимые реквизиты и тому подобное. Плюс, конечно же, сейчас уже никого практически не удивишь, я очень надеюсь тем, что когда вы звоните в компанию, где вы уже были, с вами здоровается по имени, потому что серверная система определила это. Но, тем не менее, все равно, вот по факту, вот от клиентов, которым сейчас устанавливаем сервер, внедряем, после там внедрения телефонии, ну, вот именно функционала перехода работы, очень многие отзываются, что это прямо круто, всплеск эмоций у клиента вызывает, особенно в бизнесе, который подразумевает повторные продажи. То есть, человек регулярно там обращается, периодически и тому подобное. Вот, собственно, это по миру корма кейс некий, скоро будет значительное обновление, у нас очень добавилось много функционала и всяких фишек, я буду готовить, вот готовим сейчас уже на финальном этапе практически, будет еще одна презентация, собственно, по миру корма, собственно, где будет рассказывать уже более такие, более конкретные фичи и фишки, которые помогают работать. Собственно, второй магазин, это магазин значительно меньше пока, пока что немножко другой тематики, Pink Beauty, это, они занимаются, то есть, ну, товары для ногтевого сервиса, всякие гаджеты и все остальное. Это ребята из Новосибирска, соответственно, и это муж с женой, которая занимается, собственно, вот этими товарами, решили открыть интернет-магазин, собственно, жили по Новосибирскому и переехали в Новосибирск. Сразу же у людей встал вопрос, они были, ну, они были более-менее подкованы, как бы, в плане, знали, что такое CRM-система, и они обратились буквально на самом старте магазины, то есть на магазины, только еще начиная там пару, ведя пару, ну, пару-тройку B2B-шных клиентов, как бы, они обратились в компанию в Retail CRM на тот момент времени, я еще там работал, собственно, вот, и мы, они захотели внедрение узнать поподробнее. Когда они поняли пользу, профит и плюс от нее внедрение, безоговорочно было принято решение начать с нее, собственно, и так все и началось, собственно, все пришло к тому, что было настроено, изначально все настроено в CRM-системе, в Retail CRM. Собственно, первым, чем занимались, и вот то, о чем я говорю, это строгая фиксация бизнес-процессов, это так называемая матрица перехода статуса. На этой матрице галочками обозначено и сочетать слева направо, из какого статуса, в какой я имею право перевести заказ, а из какого не могу, то есть, вот, я, например, из-за, ну, обрабатывается оператором, не могу сразу перекинуть на самовылаз, я, например, должен пройти какой-то этап комплектации. Соответственно, даже на этой матрице, вот, есть ошибка специально напущенная, потому что, вот, по факту, из-за обрабатывается оператором нельзя сразу перевести в статус «акомплектован». Даже если, ну, такой пример был, оператор видит, как курьер берет, говорит, вот этот товар, он говорит, да, все, я его забрал, он говорит, да, я забрал, говорит, и оператор меня спрашивает, соответственно, он спрашивает, ребята, почему я не могу сразу «акомплектован» перевести, как бы, вот, курьер уже забрал, как бы, мне надо дальше его отправлять. Нельзя, потому что есть строгие воронки, правила перехода по воронке, и даже если он был в секунду на этапе комплектации, нам нужно это зафиксировать. Фиксировать нужно любое действие. Поэтому оператор вынужден дать, возможно, через иногда не очень нужный статус, а когда-то очень нужно переводить заказ. То есть с одной из их точки зрения совершать лишнее действие, но с другой точки зрения, если мы сейчас отберем CRM-систему у них и вернем их обратно на Excel, это неравнозначно. То есть сразу тоже скажу, автоматизация не бывает на 100%. Автоматизация это процесс, которым вы должны идти поэтапно, не перепрыгивать, не забегать, потому что как только начинается реализовать проект, у клиентов появляется миллион хотелок, идей, как все сделать. Но первым делом нужно придерживаться структуры, решить конкретные задачи, с которыми вы пришли, для чего внедряете CRM-систему, а после этого расширяться и масштабироваться, обязательно все документируя и записывая. Потому что многие клиенты наваяли в CRM-системе интеграции столько, что если, знаете, что-то, никто ничего не записывал, разработчики, как правило, свои не знают, как вести там нюансы по введению CRM-системы, и стоит вытащить какую-то маленькую, отключить какой-то маленький триггер и какое-то уведомление, и может очень много чего посыпаться. Вот, поэтому обязательно все документировать и вести. Соответственно, ну вот, матрица перехода статусов, это, понятно, вопрос, во-первых, спорной ситуации, я всегда знаю, кто, что, куда, как перевел, для чего сделал, ну, как это сделал, какие-то операторы комментарии к статусам фиксируют и писали. Соответственно, ну, исключены возможности ошибок и обмана сотрудникам, это точно. Все коммуникации подключены в CRM-систему, и по факту из CRM-ки налево клиента не увести. Будет видна коммуникация, можно послушать запись разговора, как бы спросить оператора и тому подобное. То есть увидеть явное движение по клиенту какое-то. Ограничение времени и автозадачи, собственно, это один из важнейших функционалов Retail CRM. Базируется на том, что все должно быть ограничено. Например, если заказ поступает в статусе обратный звонок, в CRM-систему можно создать ограничение, что он обрабатывается, например, в течение 15 минут. Если через 15 минут не обработан, на заказ ставится пометка просроченный, менеджеру приходит оповещение, что его заказ просрочен. Если он, например, еще 10 минут ничего не происходит по заказу, заказ не меняет статус или никаких изменений в нем не было. Соответственно, автоматически, например, уходит оповещение старшему менеджеру, руководителю, что заказ не обрабатывается. То есть это полный контроль. Не нужно держать в голове то, что вам нужно постоянно следить за вашими сотрудниками. Вам нужно просто заставить менеджера держать все не в голове, а в CRM-системе. Вот заставить тоже очень такое слово, как бы привлечь, научить, объяснить, чтобы как только менеджеры начнут работать в CRM-системе, пропадет боязнь и страх чего-то забыть. Потому что все будет помнить и знать, CRM-система вам вовремя напоминает. Собственно, да, ограничение при нахождении в статусе повышает скорость обработки заказов, помогает не забывать о них в каких-то статусах. Когда я что-то отвлекся, он провисел там больше положенного времени, там часа, например. Например, поставилась метка, меня оповестили, я точно вспомнил, то есть CRM помогает мне не забыть. И плюс, как бы, это контроль автоматических задач. Как таковые, там на ограничение можно ставить задачу, если оно сработало, я могу там поставить прям задачу с текстом. Перезвонить клиенту, все, как бы. А это автозадача, которая будет там при проставлении, например, галочки определенной. Я в CRM-системе ставлю галочку, перезвонить через 2 часа, автоматически создается задача, перезвонить через 2 часа. И вот такие фишки я могу делать на что угодно. Это суть построения Retail CRM, я вот, в принципе, рассказывал в предыдущем вебинаре, что это триггеры, события по событию. Если инициируется одно событие, за ним можно целый каскад разных абсолютно действий, событий, назначений и того подобное вызывать. То есть в этом плане Retail CRM очень гибкая в плане создания автозадач и автовомедомлений. Сделать покупку более полезной, это то, что я вам рассказывал, собственно говоря, в предыдущем кейсе. И как бы, ну это очень, я считаю, важный функционал в CRM-системе. И так или иначе, в каждой презентации практически я об этом рассказываю и показываю. Это ранее купленные, просмотренные товары. Ранее купленные в сегменте бизнеса, ногтевого сервиса, это очень важно, потому что это, знаете, как... Я не скажу, что это B2B продажи, но вот я не знаю, как назвать. Это девочки, которые сидят дома, делают, работают с клиентами, да, по факту, грубо говоря, как они, как компания, может физик, не юридическое лицо. Но у них достаточно стабильные, объемные закупки через определенный интервал времени. Соответственно, и очень важно магазину в данном случае контролировать ассортимент, узнать, почему не понравился товар там и тому подобное. Забирать как каковую обратную связь, собственно, но основной причиной внедрения вот этого функционала Retail CRM даже было не B2B. С B2B все понятно, но в плане такого, у меня есть 70 клиентов, у меня есть две девочки-менеджера, вот им Excel-охватит. Вот они просто согласовывают, у меня там буквально 300 грузок в месяц, грубо говоря, на 70 клиентов. Все, 70 клиентов достаточно просто. Как только попадается, начинает отправляется B2C-шник со своими мелкими заказами, со своими претензиями, предъявами, что его не устроило, не понравилось, нужна доставка, перенос, ему не дозвониться. Вот тут-то и встает вопрос, как это все контролировать. Соответственно, как только появилась Retail CRM в магазине Pink Beauty, вопрос B2C отпал прям, ребята, реально выдохнули. Собственно, что у них все достаточно просто, понятно, прозрачно, не по-любому клиенту видят историю, запись разговора, и у них уже это не вызывает таких опасений, как работать с B2C-шниками, если у нас есть B2B. Собственно, там же в системе, в Retail CRM организована система лояльности. Я думаю, на самом деле, все достаточно тривиально и просто. Retail CRM работает, как можно дописывать функционал работы с промокодами, с накопительными баллами, дисконтными баллами и тому подобное, какими-то дополнительными рекламными мероприятиями, акциями и тому подобное. То есть здесь автоматизация привилегий. Мой любимый кейс, он очень работает в некоторых сегментах интернет-магазинов, где подразумеваются последовательные продажи. Ну, сейчас приведу пример. Например, если человек делает ремонт, к примеру, то мы его можем выкупить, подхватить в цикл продаж. Вот как у Бауцентра, к примеру, сделано. Это огромный там DIY-магазин, типа Леруа Мерлен, только российский. Они сопровождают. Если вы купили у меня плитку, то я подразумеваю, что вам нужен плиточный клей, уголки. И, соответственно, после плитки вам, наверное, понадобится ванная. Ну, то, что вы недокупили. На построении, на основании этих гипотез клиенту делается. Он купил, ему начисляется скидка на следующую покупку в CRM-системе. Она автоматически срабатывает. По телефону он у вас закажет, через e-mail напишет, на сайт зайдет, сделает. Неважно. Клиент идентифицировал себя, попал в систему, к нему применится скидка 5%. Если эта сумма, например, была меньше 20 тысяч рублей, то на следующую не предми. Если более 20 тысяч рублей, то опять на следующую покупку ему будет назначена скидка. И система сама автоматически ему это напомнит. Спустя неделю он там, Иван Иванович, у вас там есть скидка 5%, не хотите ли купить. Если он опять не купит у меня в течение определенного времени, я опять могу его простимулировать к этой покупке. Триггерные сценарии. Это вот, собственно, я к ним так или иначе перешел. Это вот, собственно, то, что взаимодействует, на каком уровне взаимодействует CRM-система с клиентом, что она хочет, как бы, и что она может дать. Соответственно, ну, понятное дело, что в CRM-системе, первым делом, описываются операционные триггеры. Ваш заказ новый, ваш заказ оформлен, ваш заказ выполнен. Ну, это три вот базы, которые, как бы, в принципе, делают все по имейлам. Соответственно, но вот очень важно контролировать насыщенность коммуникаций по клиенту. В совокупности с массовыми рассылками, с персональными, бонусными, какими-то сезонными акциями. Главное, клиента не завалить. Очень надо быстро и сразу реагировать на отзывы клиентов о том, что мне приходит много имейл. Разбирать цепочку, смотреть, почему так произошло. Если это какая-то исключительная ситуация, извините перед клиентом. Если это система, то ее нужно править, чтобы клиентов не заваливать имейлами. Апселл-триггеры. Это скидочные промокоды и специальные предложения на товар. Эти правила выполняются за счет определенных действий покупателя. В ритейл-СРМ есть раздел автоматизации маркетинга, который так называются пользовательские сегменты. Я могу формировать эти сегменты практически по любым параметрам, которые имею и обладаю пользователем. На какую страницу заходил, что просматривал, с каких меток пришел, какая открываемость письма, какой товар смотрел. Ну, соответственно, к примеру, я выставляю по ссылке на товар, пишу, что у меня на сайте акция на лаке определенной компании, определенного производителя. Соответственно, если клиент, который у меня уже есть в базе, я его идентифицировал, заходит на этот товар, просматривает его, эти данные подтягиваются в СРМ-систему, и он падает, так называемый, созданный мною за 3 минуты, буквально там, сегмент, который называется просматривал лак в такой-то фирме. Соответственно, если он динамически попал в этот сегмент, ему уходит письмо с имейлом, промо-акцией, скидкой и описанием какой-то замечательный лак, чтобы он его купил. Соответственно, и, ну, собственно, одно отправка. Это может быть какой-то каскад. Она может ему отправляться там раз в неделю постоянно, и он перестанет отправляться, если он купит этот лак клиент. То есть система динамически реагирует, динамическая статическая сегментация. При каких-то условиях клиент попадает в сегмент, при каких-то выбывает. На это все воздействуют триггеры, письма, апселлы, смс-ки, уведомления на менеджеров и тому подобное. То есть на это много очень можно функционала завязать. Соответственно, ну, триггер руку по заказу. Это один из любимейших у клиентов у наших в Retail CRM. Там разделан раздел доставки, огромный маркетплейс, куча служб доставки, где подключаются они на уровне Retail CRM. То есть что значит? Вы можете заказ забивать прямо в карточке заказа в Retail CRM. Он идет, например, в транспортную компанию там СДЭК, присвоится трекинг номер, и CRM-система начнет отслеживать доставку каждого заказа. Когда он прибывает в ПВЗ, CRM-система видит статус доставки «прибыло в ПВЗ», меняет статус заказа в CRM-системе на «прибыло в ПВЗ» и автоматически отправляет смс-ку «Иван Петрович, приходите, ваш заказ приехал». Если два дня статус заказа не дергается, повторно отправляется смс-ка, почему не приходите забирать? Собственно, и если он еще два дня, например, не выкупает, автоматически ставится задача на менеджера, на ответственного за заказ, позвони клиенту, узнай по поводу выкупа. То есть тоже мы опять ничего не помним, у нас не болит голова, мы просто знаем по факту, что если клиент не выкупил, в конце призовется менеджер, который там все разрулит, скажем так. Вот, соответственно, и эти можно что? Вот, например, Print Bar, один из клиентов, у него кейс есть на сайте Retail CRM, тоже висит. Они используют там и автопрозвоны клиентов, и они очень пользуются. Вторая смс-ка приходит там, вас ждет подарок. Они реально заметили, что у них на 14% увеличился выкуп товаров, ну, заказов, которые они говорили, ну, подарок там был смешной. Там, знаете, там пальчики-фонарики какие-то, там фонарики-брелочки, что-то вот какая-то мелкая-мелкая китайская продукция какая-то, ну, такая более приятная, знаете, сам бы себе не купил, а подарили и спасибо. Называется. Но, тем не менее, это стимулировало клиента, как бы, покупать, тем более, как бы, возвращать товар тоже затраты. И затраты на небольшой какой-то гаджет подарок клиенту очень сильно увеличивают лояльность и, как мы уже по факту знаем, увеличивают выкуп. Собственно, да, здесь представлены, как бы, плюсы, которые получились от триггеров, и их очень много можно описывать, ну, описывать, говорить, буквально там от каждого триггерного письма можно расписать по 7, по 8 плюсов. Безусловно, иногда бывают и минусы, но минусы, я говорю, это контроль, чтобы не перенасытить человека коммуникации. Как только он говорит, что хватит достаточно имейл, или вы об этом узнаете, как бы, вы все это увидите. Если человек отписался от вас, вы это увидите. В ритейл-серее можно увидеть динамику отписки от сегмента, ну, сегмента отписки от рассылки, например. То есть это все будет. Соответственно, ну, повышение выкупа, мотивация на следующие покупки, все это сделано ради того, чтобы генерировать повторные продажи в магазине. Люди смарт. Соответственно, был выведен в ритейл-серее, штатного этого нету, потому что у многих зарплата рассчитывается персонально и специфично. Собственно, но был нарисован, написан некий скрипт, который там 31 числа, грубо говоря, в последний день месяца, в 12 часов ночи, проверял все данные в системе, соответственно, и выгружал их в таблицу уже в готовый расчет показателей зарплаты. Собственно, да, и за счет ритейл-серее именно в зарплату можно включать те метрики, которым дали раньше клиент просто не обладал, он не мог их посчитать. Процент переходов заказов из новых выполнен. Это видно в воронке продаж, в разрезе каждого менеджера можно посчитать этот процент, то есть мы видим, сколько на него новых было, сколько на него стало выполнено. Сам не факт количества, а сам факт процента, то есть процентное соотношение, кто из менеджеров наиболее эффективный. Соответственно, апселл, это то, что я рассказывал, мы фиксируем апселл, как менеджер, да, продает. Некий TPI завязан на апселл, который дает ему прирост, бонус также к деньгам, к зарплате. Соответственно, среднее время разговора. Очень интересные у меня по этому поводу есть кейсы, как бы в принципе в среднем времени разговора, и как показывает факт, что его очень сильно нужно контролировать. Потому что иногда клиенты говорят, да у меня вот три менеджера сидят, они целый день на телефоне, как пчелки, жужжу-жужу, что-то продают там. А потом, когда начинают смотреть аналитику, потом, что указывается у одного менеджера, совокупное время разговора в день 16 минут. 16-26, то есть люди даже полчаса за день не разговаривают. А для руководителя вот так из-за стекла видно, что работают, как бы в принципе три менеджера обрабатывают 30 заказов в день, вроде все норм. Ну, на самом деле, после внедрения CRM-системы, после подбора всех этих, можно давать, да, можно. Вот, собственно, после того, как мы провели внедрение, все, два менеджера на данный момент времени работают, обрабатывают порядка 60 заказов в день, 65 примерно. Сейчас два менеджера, то есть одного менеджера перевели, скажем, на склад, он отвечает за отгрузку в логистику, вот за обработку низа уже в воронке продаж, где уже комплектация начинается, уже почти отгрузка. Собственно, ну вот, как бы туда затратить. И в разных сегментах среднее время разговора фактически, вот если удается продать человеку за 47 секунд разговора, и это среднее время, которое показывает, что у вас максимальное количество, нужно его придерживаться. То есть нужно говорить, рассказывать клиенту, продавать так, чтобы было удобно. Ну, понятно, что вот если это эффективная схема, то другая может быть неэффективная. Но это, опять же, для среднего времени разговора. Понятно, что разные клиенты есть, разное это, но нужно смотреть, как операторы работают и продают у вас, сколько времени на это тратят. Собственно, в Retail CRM огромные средства аналитики, также по телефону, среднее время, общее время разговора, время простое, время в состоянии не занят, время в состоянии обед, сколько он провел. Как бы, ну, достаточно большой спектр по аналитике. Вот, по работе менеджеров именно. Ну, и процент, соответственно, обработанных заказов сотрудникам от общего числа заказов, ну, собственно говоря, это, да, доля некой обработки, как бы, это еще один из показателей, один из показателей, по которым рассчитывается зарплата в системе. Собственно, ну, и вот здесь без абсолютных цифр, собственно, график по участию. Вот, получается, мы начали внедряться, собственно говоря, в 1 ноября. Произошло вывод в бой системы, собственно, ну, есть некая сезонность у этого графика, тем не менее, как бы, вот, средний чек по первому внедрению у нас упал. Ну, вот он имеет минус 1% по показателю, там, предыдущего периода за, там, за полгода, соответственно. Но на данный момент времени вот средний чек явно вырос. То есть аналитика в ритейл-СРМ показывает разницу в процентах с предыдущим периодом. То есть как она выросла, увеличилась или тому подобное. То есть, как вы видите, у повторных, количество повторных продаж, пол-3 тысячи. То есть это только повторных. Система фиксирует, когда клиент повторно возвращается обратно. Насколько я сейчас знаю, мы недавно общались с этим магазином, сейчас просто они иногда общаются по поддержке, что как раз-таки по количеству повторных продаж они тоже пытаются сделать в КПА, в показателях. Если клиент, если у менеджера клиент, которого обрабатывал, вернулся обратно и повторно купил, менеджер тоже за это будет премьеровать. То есть это тоже они хотят включить мотивацию. Собственно, мой разговор с менеджерами магазина по фидбэку, как бы, ну, это всегда плюс, как бы, когда они выдохнули, что удобно работать, хорошо, прозрачная зарплата, все всегда прекрасно видно, все понятно. Инструкция для менеджеров, которую мы пишем после внедрения Retail CRM, инструкция, она читается за 10 минут, человек садится и начинает обрабатывать заказы. То есть настолько структурно, жестко в рамках зашивается бизнес-процесс, чтобы не было возможности ошибиться. Ну, как бы, если можно дать такую возможность не ошибаться, надо ее всегда давать. Поэтому, собственно, ну, для этого, так или иначе, внедряют CRM-систему в компанию, для того, чтобы уменьшить количество ошибок. Да, на первых порах, после того, как вы внедрите CRM-систему, она, наоборот, покажет вам все ошибки, которые у вас были. Потому что, если вы где-то не поставили точку, что-то забыли, отложили, не дописали, не так записали, соответственно, когда это пойдет в CRM-систему, в математику, грубо говоря, как таковую, то есть она где-то найдет ошибки и выведет. Для этого она и нужна. Вы их устраните и впредь будете понимать, что вот эти вещи не устраивают, и мы в них ошибаемся, значит, их нужно контролировать. Собственно, для этого и это делать. Коллеги, ну, в принципе, у меня все. Это основное, собственно, здесь есть мои контакты, почта, скайп, собственно, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, с радостью отвечу, если нужно умудрение, тем более. Собственно, спасибо большое за внимание. Так, Олег. Олег, ты тут? Так, Олег, ага, все. Да, спасибо. Андрей, спасибо тебе за выступление. Вот, уважаемый участник, спасибо за участие в вебинаре. Если будут какие-то дополнительные вопросы, можете обращаться ко мне, к Идею. Полезную ссылочку мы вам уже выслали, приводил я ее в своей презентации. Чуть позже мы конвертируем уже запись в итоговый формат, и вышли вам тоже на почту вместе с презентацией. Были рады вас видеть. Спасибо за участие. И до свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...